Ну раз уж этот, как говорится, не предатель, пусть я побуду, как говорится, изменником Родины и предателем, я скажу правду. В рамках разумного. Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра, в районе Гастамель, Буча, Ирпень, завязла в городской постройке, застройке, завязла в лесисто-болотистой местности. И после того, как эта лесисто-болотистая местность распустится через месяц, ее будут бить из-за каждого куста. Потому что количество войск, при всем том, что туда загнали много и очень много техники, численность этих войск недостаточно. Для боев за трехмиллионный город. Не только для боев за трехмиллионный город, об этом даже речи нет, но даже для сохранения того периметра, которое заняли в марте. Недостаточно. В условиях, когда противник будет применять активно диверсионные группы и партизанские методы борьбы. Поэтому, скорее всего, нашим войскам так или иначе придется сокращать там линию фронта. Оттягивать части, чтобы сформировать некую линию. Я не думаю, что наши прямо уйдут из-под Киева, это будет просто позорище поражение. Но сократить линию фронта и оставить какие-то участки, которые просто невозможно оборонять в новых условиях, не обладая инициативой, нашим войскам придется. То же самое касается Чернигово. Если внимательно посмотреть на карты, которые опубликованы, и на объективные карты, которые показывают, что там нет никакой контролируемой территории, условно говоря, Чернигово до Сум, которая закрашена, а у некоторых блогеров закрашивается красным цветом. Там есть узкие вытянутые аппендиксы вдоль дорог и дорожных развязок, ведущие к Киеву. Между этими аппендиксами территория не контролируется. Ни Сумы, ни Чернигов фактически не блокированы войсками. Они имеют сообщения, ну если не с Киевом непосредственно, но по крайней мере с окружающими районами. И имеют свои собственные ресурсы и резервы. Там формируются тербаты и так далее и тому подобное. В этой ситуации, опять же с наступлением зеленки скорой, с учетом того, что Украина массировано наращивает количество живой силы, через какое-то время эти аппендиксы будут настолько уязвимы, что может повториться ситуация с финской кампанией 1940 года, с зимней войной. Когда наши войска перли, чтобы перерезать Финляндию пополам вдоль немногочисленных дорог, а в результате значительно меньшие силы финнов, но лучше подготовленные владеющие тактикой егерской. Просто порезали эти части на кусочки и уничтожили. Растянувшиеся по дорогам наши части резались ударами из лесов. Вы получаете, смотрите, котлы. Вот, к сожалению, Игорь Иванович говорит, что вот такое же положение... Поэтому нашим частям в любом случае надо будет думать, учитывая, что войск из пальца наш фанерный маршал не высосет, который заявил об успешности первого этапа операции. Ну, конечно, чё ж. Не скажет же он, что я обгадился. Нет, никогда не скажет. Вот, поэтому придётся нашим, видимо, оттуда отступать в любом случае. И, видимо, перебрасывать войска туда, где действительно есть возможность что-либо сделать. Хотя, честно сказать, я выражаю сомнения в том, что упустив золотой месяц, первый месяц, наши войска сумеют окружить и уничтожить донецкую группировку противника. Я хочу отметить, что, к сожалению, я наблюдаю, что украинские командования действуют на порядок адекватней с военной точки зрения, чем российская. Можете за это меня назвать предателем и так далее и тому подобное. Извините, я хоть какой-никакой, но всё-таки профессионал-спецслужбист, имеющий боевой опыт. И немалый.